Как перестать играть в компьютерные игры? Если ты зашел на это видео, значит, что ты уже хочешь изменить свою жизнь и понимаешь, что компьютерные игры губят тебя и ведут тебя просто в могилу без всего, без какого-либо достатка, без какого-либо успеха, без ничего. Просто ты идешь в тупую могилу без каких-либо целей. Но если ты решил посмотреть это видео, это значит, что ты уже сделал первый шаг. Во-первых, я тебе скажу, что ты большой красава, а в этом видео я расскажу свою историю, как я поборол зависимость компьютерных игр, как я полностью отошел от компьютерных игр и начал заниматься действительно делами. И я уверен, что этот способ также применим к вашей жизни. И если вы меня внимательно послушаете этот ролик с начала и до конца и примените то, что я вам скажу, то вы сможете полностью отойти от компьютерных игр. Вы перестанете абсолютно играть в компьютер и начнете заниматься тем, что обеспечит ваше будущее и приведет к успеху. В общем-то, сейчас действительно существует проблема того, что компьютерные игры просто порабощают людей, особенно подростков. Заметьте, каждый приходит после школы, и что он делает? Он идет читать книгу? Он идет в зал? Нет! Он идет играть в КС. Он идет играть в Доту. А что там происходит? Он просто деградирует. Он получает дефамин. Опять-таки мы возвращаемся к дефамину. Он его получает, выплескивает. Думает, что он рад. Но на самом деле он только гробит свой организм. Он гробит свои дефаминовые рецепторы. И по сути ничего полезного не делает. Что полезного? Даст вам 2 часа катки в КС. Ладно, 2 часа. Люди играют по 5 часов. Они играют, чтобы повысить свое звание. Да, это неплохо. Я хочу сказать изначально, что не все игры плохи. Потому что в играх у тебя нарабатывается своеобразный рефлекс такой, соревновательный. И ты начинаешь вот эту вот гонку. И дальше ты его можешь применить и в жизни. Но мы говорим именно про зависимость. Когда вы понимаете, что это вас конкретно губит. И не дает ничего полезного. И мы переходим к моей истории. Как я отказался от компьютерных игр. И самое смешное, думаю, как и ты. И я всегда понимал, что это меня гробит. Я понимал, что компьютерные игры не делают мне ничего хорошего в жизни. А лишь убивают меня. И просто делают меня рабом этого экрана. Я это всегда понимал. Но никогда не прекращал играть. Я всегда продолжал, продолжал каждый день. Я приходил стабильно после школы и играл до ночи. Я играл по 5, по 6 часов в день в компьютер. В этих вот желаниях поднять себе звание. Стать лучше друзей. И ради чего? Ради просто иконки на экране я убивал, во-первых, свое здоровье. Во-вторых, свое будущее. И ты делаешь то же самое, я уверен. Ты делаешь абсолютно то же самое. А что же я сделал в этот переломный момент? Он случился несколько лет назад. Я понял одну простую вещь, которую доложу сейчас тебе. Я понял, что это время, которое я наслаждаюсь благодаря компьютеру, оно совершенно не стоит моего будущего в нищете и просто в полной жопе. Сейчас я разовью эту тему и ты поймешь получше. Только подумай, что тебе сейчас окей до 25 лет, да, скорее всего. И ты просто можешь себя представить в 50 лет, если ты продолжишь играть. Представь, что вот сейчас ты продолжаешь, ты забиваешь хер на свои интересы, ты продолжаешь играть, наслаждаться. И что ты будешь делать в 50 лет? Ты будешь работать на заводе, зарабатывать копейки, после завода приходить к себе домой и играть в КС. И будешь все равно осознавать и плакать себя в душе, что ты ничего не сделал. Твои подростки, твои друзья, твои подруги, они уже чего-то добились в жизни. Они кем-то стали, а ты, блядь, олух, который просто играет в Counter-Strike. Ты серьезно? Ты хочешь такого себе будущего? Ты хочешь вот так жить и так существовать? Проникнись этой мыслью, что через 30-40 лет ты обернешься назад и поймешь, что жизнь проебана, жизнь потеряна. Все, ты уже ничего не успеешь. Потому что что? Потому что ты играл в игры. Как же это тупо. Как же это глупо. И просто бессмысленно, и просто безответственно так протерять свою жизнь. Так просрать свою жизнь. Что же делать? Ты просто берешь, как настоящий мужчина, яйца в свой кулак и удаляешь все игры. Ты удаляешь все со своего компьютера и оставляешь только полезные программы. Ты удаляешь Steam. Ты удаляешь Counter-Strike, Dota. Все ты удаляешь. Тебе больше нельзя. И нет ни такой херни. Нет, нет, нет. Ребята, это не работает так, что ну нет, я разрешаю себе час в день. Нет. Если ты уходишь от этого, ты уходишь от этого навсегда и полностью. Полное отрицание. Полный уход от компьютера. И ты должен это понять. Никакого часа в день. Никаких 30 минут. Никакой одной каточки. Нет, все. У тебя этого нет. Тебе это не разрешено. Просто поставь себе эту цель. Просто сделай это. И следуй этому один месяц. Один месяц ты не притрагиваешься никаким играм. Никаким сериалам. И никакой вот этой вот херне в компьютере. Это время ты направляешь на саморазвитие. Ты ходишь в зал. Ты читаешь книги. Ты занимаешься полезными вещами. Даже ты общаешься с друзьями. Это полезнее, друг. Но ты не играешь. Кардинальность. Это то, что спасло меня и спасет тебя в этой ситуации. Просто не допускай себе возможность дать себе немного. Нет. Такого нет, брат. Такого нет. Если ты позволишь себе полчаса сыграть в день, это значит, ты проиграл. Бой проиграл. Ты зависим. Ты в кандалах. Ты их не снял. Ты продолжишь так же играть по полчаса в день. А после чего ты забьешь. И опять начнешь играть нормально. Так что, друг, полная кардинальность, отреки это из своей жизни и займись полезными делами. На этом все. Всем спасибо. Пишите, какие проблемы еще вас мучают в жизни. Я обязательно сниму видос. С вами был Ник. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok